Всем привет! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! Бывает такое, затягиваешь болты на века, а ему просто раз и сносит башню. И начинаешь сразу паниковать, как его достать оттуда. Но есть простая хитрость. Берем керно и делаем метку по центру. Далее добавляем смазочки и сверлим на сантим вглубь. У меня сверло на 6 миллиметров. Далее я буду использовать насадку-звездочку. Диаметр ее около 7 миллиметров. Аккуратно молоточком забиваем вовнутрь. И затем, либо ключиком, либо трещоткой, или зажав в патрон шуруповерта, на медленной скорости выкручиваем болт. Схема рабочая и не раз меня выручала. Бывают ситуации, нужно сделать отверстие диаметром, ну, миллиметров 8. А под рукой не оказалось нужного сверла. В магаз ехать далеко, либо уже поздно, а работу надо сделать сегодня. Например, провести проводку. Если у нас пара отверстий, то в таком случае нас отлично выручат обычные саморезы. И для начала надо избавиться от шляпки. Ножовка по металлу или болгарка. И срезаем лишние части. Далее, для надежности и ровной фиксации треугольник зажмем саморезы либо стяжкой пластиковой, либо намотаем изолентой. И отправляем в патрон шуруповерта. И таким образом делаем смело пару отверстий и выполняем задачу. Сейчас в работе у меня аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel с бесщеточным двигателем. Такой шуруповерт меньше греется, имеет меньшие габариты и вес. Увеличивается срок службы, так как не надо менять щетки. Быстрозжимной патрон, прорезиненный корпус, удобная рукоятка, малый вес и хорошая подсветка. И также есть индикатор уровня заряда и вторая батарея в комплекте. Исключают непривиденные остановки в работе. Хороший помощник для домашнего мастера. Например, делая проводку и засверливая отверстие под распайку. Не забываем, что коробка у нас часто в 68 мм, но в диаметре. А коронка нам нужна 70 мм. А то купите набор коронок, как я, а там такой не окажется. Поэтому будьте внимательны. И чаще всего такой размер продается отдельно. Но да ладно. Поставив коробку и закрепив на своем месте, переходим к работе с проводами. Начинающие мастера обычно отмеряют по розетке длину провода и отрезают лишнее. Не делайте так, друзья. Всегда оставляйте запас провода. А чтобы он не мешался, вот вам хитрый совет. Возьмите трубку или маркер и обмотайте спиралью провод. Далее загибаем край под нужный угол и крепим розетку. Утапливая назад, места хватает. Таким образом, в будущем, при ремонте или обслуживании, у вас всегда будет запас провода под розеткой. Заканчивая отделку в доме, часть мебели делаю сам своими руками. Так как под заказ, ну, просто космические цены. Закупился тонной ДСП и обустраиваю гардеробные. Работая с этим материалом при разрезе, ну, прям на ура скалываются срезы. И чтобы это уменьшить в разы, в работе вручает обычная малярная лента. Просто наклеиваем на разметку, а потом отрезаем. Но прежде, чем делать рез, на подошву циркулярной пилы, также обклеиваем лентой. Таким образом, уже на 100% мы не оставим ни царапин, ни следов на ламинированной поверхности. Срез получается достойный. Вот вам край, где был наклеен малярный скотч. А вот вам край, где не было скотча. Поэтому берите на вооружение. А в работе у меня самая компактная из линейки Denzel циркулярная пила. Имеет индикатор подключения к сети, который позволяет определить готовность двигателя к запуску. Диаметр диска в 165 мм, а сам пропил под 90 градусов в 55. То, что нужно. Сейчас, кстати, на инструмент Denzel идут хорошие скидки. И все ссылки, и промокод оставлю в описании под видео. Работая с доской и при отделке стен, бывают наклонные плоскости. Кто-то зарезается по одной досочке и подгоняет каждый край. Я же советую сразу выложить 5-8 досок и взять обычную рейку. Или, если даже хватает ширины, то тот же уровень. Приложить сверху и сразу разметить большое количество отрезков. Далее мы их быстро нарезаем и моментально собираем целую стенку. Компактная сетевая циркулярка всегда пригодится, если вы катаетесь на стройку. Вот вам отличный лайфхак, как за 5 минут сделать циркулярный стол. Сначала в подошве сверлю 4 отверстия на 6 миллиметров. Выставляю пилу на кусок фанеры и с помощью угольника центровую пилу. Далее карандашом отмечаю отверстие и высверливаю также на 6 миллиметров. Сверху с помощью зенкера делаю небольшие ямки. Таким образом крепеж утонет фанеру и не будет мешаться при работе. Вставляю болты и проверяю, чтобы ничего не мешало. Далее закрепляю на гайке. Можно, кстати, добавить грайвер, если, конечно, планируете длительные работы. Следующим этапом сверлю пяток отверстий. Зажимаю кожух пилы и прорезаю фанеру насквозь. Закрепляю все устройство к столу или верстаку. И выставляем упор от диска, ну, самый ходовой 50 миллиметров. И можно начинать работать. Такой прием я часто использую, когда нужно при строительстве дома распустить доску на рейке. Так как покупать их готовы, это переплата почти в два раза. Проще на месте напилить необходимое количество. Рейка идет обычно на вентзазор или обрешетку фасада, там кровли, добавить где-то планок. Также внутренние стены. Поэтому такой быстрый на скорую руку мини-станочек ускоряет процесс обработки. Чем резать на коленках каждую доску вдоль, раком, боком. Потом еще спина скажет привет. Поэтому, друзья, берегите здоровье, экономьте время и напишите в комментах, какие идеи понравились больше всего. Ну, а какие нет. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока. Ну и мне немножко здоровья. А то что-то голос какой-то странный, да?